приветствую дамы и господа добро пожаловать на канал arch panzer где мы продолжаем играть в x-home 2 война избранных на легендарном уровне сложности с включенными модами со списка модов как всегда можно ознакомиться в описании к этому видео очень любопытная была реакция на появление так не этой брони вот эта броня у нас королевы роя части моих подписчиков зрителей это броня очень понравилось другая часть написала что это имбище лютое и собственно говоря если эту броню надевать то боец принципе один наверное может карту зачищать так как у него иммунитет и к психике у него огромное количество брони в общем все как бы очень сильно в принципе я согласен и с теми и с теми и наверное знаете я что сделаю я ну по используем еще крылья они же у нас построились да у нас крылья построились наверное еще может быть на несколько заданий мы эту броню возьмем но на какие-то сюжетные тяжелые миссии я эту броню брать не буду потому что она действительно очень сильно допустим если мы эту броню возьмем на чародея то чародей нас не сможет взять за мозги по сути это главная опасность для рейнджера это как раз контроль разума от чародея а мы благодаря этой броне просто этого будем избегать это очень сильно на самом деле и очень дисбалансно поэтому на такие сюжетные миссии мы ее брать не будем у нас большое количество разные интересной брони поэтому найдем мы чем ее заменить тем более сейчас уже уровень прокачки бойцов такой что и в не в броне роя так скажем они все равно очень сильные также несколько комментариев здесь было по поводу качество так сказать прокачки бойцов и снаряжение которое я выбираю для этих бойцов ребята ну начнем с того что мои видео не надо воспринимать как гайды вот поиском 2 я играю исключительно ради удовольствия так скажем много экспериментирую много развиваюсь может быть неправильно может быть и правильно в какой-то степени снаряжение я броню разнообразная броню господи беру разнообразный чтобы просто попробовать на самом деле времени для чего-то испытывание так скажем вне записи у меня нет то есть я на не смотрю не пробую что будет лучше для того или иного персонажа вне записи так скажем то есть и полностью сто процентов игры находится именно в рамках этого прохождения гайды смотреть ну я достаточно такой не знаю не странный человек но гайды я воспринимаю не то чтобы не очень хорошо я одобряю гайды для игры в которую вы играете очень много то есть если вы фанат xcom если вы там проходили много-много раз то гайды естественно нужны если вы сами что там в чем-то не до конца разобрались чтобы следующие разы все это было попроще попроще поинтереснее какие-то новые фишки пробуйте так далее ну допустим вот я сам делал гайды по эшу фондер с планет фолл но собственно говоря планет фолл это лютая песочница в нее можно играть очень 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 долго эти гайды помогают вот это очень 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 долго проводить с большим интересом здесь же гайды ну не знаю я скорее потеряю интерес если я вдруг как-то под нам под ним и тем же лекалом все буду делать как и мастера xcom и так скажем это будет не очень интересно для меня и скорее всего это будет не очень интересно для вас потому что ну одни и те же механики одни и те же подходы одни и те же развитие юнитов это достаточно скучно вроде бы вроде бы все но на самом деле еще было несколько комментариев по поводу различного снаряжения здесь мне написали что можно еще по производить допустим вот это экспериментальное оружие ну да я в принципе согласен у меня два ядра еще есть я наверное здесь какую-нибудь крутую пушку попробую поймать принципе потому что все остальное у меня уже в наличии ну вроде бы вроде бы все так насколько я помню у нас там сейчас какая-то партизанская миссия наклевывается давайте мы не сходим на вот они у нас есть так экстремально сложный ученый войска адвента будет носить больше взрывчатки может быть адвент вывела новые виды одни крисолидах и миллионы здесь будут любопытно так здесь сложно малозаметность только солдаты ранее сержанты ниже сюда мы идем мы банально отряд целыми наберем у нас мало солдат который соответствует этому уровню так и инженер защита от врага от взлома и пси способности удвоена весь будет сектопод щитоносец солдат копейщик мутон я наверно даже вот сюда схожу будут больше взрывчатки носить но это как бы не особо нам страшно наверное потому что мы им как правило не даем эту взрывчатку использовать а вот защита от взлома это не очень хорошо здесь а блин ту защитить устройство не защитить устройство я не пойду тут есть сектопод он это устройство растопчет им опять миссию провалим ладно тогда мы идем за крис солидами хамелеонами за дополнительным ученым и здесь у нас рой будет вот смотрите кстати мне тоже писали про зал теней то что вот сто процентов вот эти десять бойцов они здесь все будут вот только теми кто написан на самом деле это не так я не знаю это из-за модов или дней за модов но было огромное количество ситуаций когда на карте появлялись юниты которые не были здесь обозначены классической ситуации помните когда мы провалили задание там был сектопод прайм в описании к миссии его не было вроде бы вроде бы все ладно давайте начинать на самом деле отряд у нас сейчас пойдет мягко сказать не самый топовый ну и то что мягко сказать нормальный пойдет отряд но он как видите у нас здесь очень много уставших но давайте я все-таки гонсалиса возьму на взлом там потому что взломать пульт управления надо будет поддержка нужна сильная вместе с ним кодси пойдет то здесь у нас еще готов идти мокс отдыхает можно конечно псионика а еще одного специалиста вот насчет этого не уверен насчет этого не уверен также мне тоже написали в комментариях что я достаточно не часто пользуюсь вот этими дополнительными перками наших союзников ну не знаю по моему пользуюсь основной все таки здесь перка это то что передавание ходов друг другу а то что дополнительная точность или снятие вот этих разных психических эффектов это не всегда это полезно так скажем не всегда полезно допустим вот этими друзьями стрелять в одного врага чтобы точность повышать я не спорю это круто но я все таки делаю упор не на это стреляю того в кого считаю нужным и в кого важнее стрелять искру давайте нам я искру возьму все таки хочется вот тоже прокачать до максимального уровня посмотреть что он будет из себя представлять и еще три бойца у нас остались наверное я возьму на давать я полищука возьму вместе с ним мартинаса возьму это наш снайпер да и еще один боец у нас пойдет кто это будет но это или эрин кардон ли или псионика взять с собой попробовать нет я не буду наверное псиоником рисковать пускай он прокачивается давайте эрин или подождите у нас есть еще кто-нибудь здесь бутамбе остальные ребята не очень прокаченные эрин да давайте мы двух бойцов поддержки возьмем ничего страшного так и теперь раскидываем броню ну полищук у нас пойдет так а где она здесь да все-таки броню королевы роя мы ему дадим только мы ее дадим сейчас с крыльями по сути попробовали ближний бой мы попробовали гранатомет теперь попробуем крылья так из оружия но оружие здесь стандартная катана дробовик и здесь боеприпасы коголь давайте я возьму по-прежнему дополнительный крит урон нет нравится так теперь кто у нас следующий следующий у нас тяж тяж возьмет броню рейдж возьмет лучевую пушку прокачанную место ракетной установки у нас получается 2 тяжи идет мне плазменный бластер вот вообще не нравится это хотя ладно осколочная пушка приятнее перчатка выводка давайте перчатку хозяйки рой я возьму так гранаты давайте наверно парочку морозных возьму и одну так ну газовый смысла нет брать насколько я понимаю они же к яду неуязвимая поэтому наверное надо кислотную взять давайте кислотную возьму хотя кисанит кислоте подождите наш маленький пучок от кислоты умирал значит они уязвимы кислоте здесь давайте бластер возьму хотя пушка тоже неплохо смотрится так пушка усиленный бит все нормально тогда снайпером что выдать снайперу три варианта нас и кар кобра или призрак и кар кобра или призрак у меня на самом деле кар больше нравится хотя нет и кар наверное мы выдадим давайте вот ему выдадим и кар до гонсалис стильно в нем смотрится и туда здесь плазменный стреломет выдадим аптечку и на взлом на черепной бур вот так он у нас будет в качестве бойца поддержки а вторая соответственно мадмуазель у нас у нас по сути два бойца до осталось нас остался призрак и кобра что полезнее наверное снайперы я все-таки призрака выдам да давайте в призраке он походит темное копье темный коготь здесь по сути нет смысла брать нам сейчас электромагнитные патроны там вроде роботов никаких не будет бронебойные патроны взять в принципе имеет смысл но у нас темный коготь и так все пробивает но снайперск винтов конечно не пробивает можно дракона взять я не знаю они же к вроде как уязвимы к огню кресолита давайте огненные боеприпасы возьмем попробуем здесь у нас кобра пойдет здесь у нас плазменный винтовка прокаченная и одну аптечку я и выдам да в принципе в кобре здесь у нее повышенное уклонение повышенная мобильность сможет она относительно на передовой сражаться не знаете что я подумал может тогда тяжи нам бронебойные выдать или не надо вместо вот кислотной бомбы там же по сути будут вот эти невидимые товарищи не знаю насколько да давайте бронебойные патроны ему выдам если что морозная бомба здесь поработает так по поводу очков прокачки вот у эрин протокол сканирования и взять разрыв на перке на самом деле у нее есть и разрыв и серийный убийцы дракола байди обалдеть и вообще в танка можно было превратить это круто лан 9 очков не буду пока тратить я наверное оставшиеся вот эти очки все-таки на тупок своих солдат потрачу которые у меня там на большинство заданий ходят не буду тратить на второй состав ну поэтому давайте начинать здесь у нас рой 11 минут чего и и я думаю честно сказать полчаса здесь болтаю ну ладно попробуем давай игра на самом деле давно таких миссий не было когда много крис солидов а ну как-то знаете даже не начальном этапе была игра чуть позже начального тогда реально несколько серий подряд были сплошные крис солиды это было не очень приятно эх с другой стороны сюда бы нашего вот этого бойца поддержки специалиста вдруг сейчас на взломе мы еще сможем себе повысить навык взлома это было бы очень круто качайте анализ плазма фильтрации через открытую точку доступа так окей мы сейчас без жнецов на этом задании поэтому надо поаккуратнее давай мустанг так у тебя чего пикирующая бомба броня рой теперь может использовать крылья не позволяет солдат занимать высокие точки использовать пикирующую бомбардировку на врагов мы ее можно просто влететь да как дикий в кого-нибудь уже выдвигаюсь это интересно и интересно будет ли здесь кто-нибудь все таки кроме крисолидов до зевс давай наверх запрыгивай и смотрите у этой брони по большому счетку это неправильное описание там у нее написано что перк должен быть на несколько ходов прохождения сквозь стены а зевс у нас в этой броне просто сквозь все стены бежит ничего не огибая ну не только зевс в принципе все бойцы в этой вране так делают крисолид хамелеон крисолид инфектор хозяйка выводка там у ее но вот видите а был написан только крисолид хамелеон ничего себе он улетел так можно конечно по всем сейчас тут бахнуть но я знаете что сделал я наверное мустангом можно попробовать даже пикирующую бомбу это тратит это не тратит до конца очки действия вообще долетаю до сюда да долетаю чего так подожди ты почему не долетел ладно не захотел он долетать этим тогда так подождите зевс ему да может вернуть очки действия ладно тогда все как-то не очень хорошо сто процентов инфектор мы попадаем плазмой так вот можем рубануть давайте сделаем 10 урона зевс у этого здоровяка можно 6 9 урона но тогда в инвесу идет проблема можно по всем перестрелку сделать так 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 ну да и он ушел в инвес так эрин давай тоже наверх залетай дождите мы мелкого там убили да мелкого убили можем инфектора застрелить отравитель тоже можешь подлететь давайте наверно вот сюда его сделаем запустим протокол сканирования 12 здоровья у него в принципе можем убить если повезет но можем и не убить так кардан мыслом морозить мысал а просто убьем его так убийство из засады но классные засады конечно но чуть-чуть не хватает можем очки действия вернуть да давайте я сначала отравителем выстрелем и если что его протоколом нападения добьем если он выживет а он не выжил ну и здорово потрошителей вызвать да давайте я наверно потрошителей одного вызову и отправим его на передовую мы по сути здесь со всеми разобрались и остался только один невидимка болин ладно ни один невидимка так товарищ чародей тоже пришел ну здорово да как там очень агрессивно начали взгляните в лицо своей судьбе ну как скажешь 65 здоровья у него 5 брони так он сейчас попробовал в инвиз уйти у нее не получилось или что это было до потрошитель свое дело сделал в танковал хозяйку они пробуют уйти в инвиз но у них не получается это из-за радара моего наверное из-за радара но инфектор сам выбрал свою судьбу еще один хамелеон бежит и мелкий тип бежит ох ничего себе чеку снуть умудрился до хамелеонов на самом деле много еще чего она взорвала а нету от лазера она взорвалась окей так мустанг у тебя серийный убийца есть принципе можно его активировать и сюда вот влететь допустим я сомневаюсь что те хватит способности используя это оружие должным образом ну как скажешь хватит не хватит так теперь нам нужно куда-то вот сюда наверно подбежать давай беги 94 процента у него два здоровья мы его даже при промахе убьем да свободное действие хозяйку выводка 55 процентов не в нее сначала выстрелить надо так давай зевс мы у тебя руки молнии сэкономили давай стреляй так еще и подожгли прекрасно теперь мустанг убивай давите корректировщик бонус за точность в бонус за союзника так что используя эти перки так что теперь с этим товарищем делать еще раз сканер подрубать просто если мы сейчас его ударим выстрелим по нему он уйдет давайте еще один сканер запущу так повылазили значит на что это за читерные существа так кардан 9 11 урона я думаю что стоит попробовать выстрелить подождите мустанга по кому еще будут выстрелы в его в него и в него ладно так джаггера дранор тоже продвигайся вот сюда у нас можешь кстати очки действия отравителю вернуть можно в хамелеон вот в эту пострелять и сэкономить выстрел снайпера для очки действия хамелеону так я давайте знаете как мы сделаем мы перезарядимся я наверное отравителю верну одно очко действия или подождите или двойным ударом его убить давайте наверное этого хамелеона попробую двойным ударом убить а здесь снайпер 2 увидит блин нет снайпер только вот это увидит как-то смешается а с другой стороны он же и подвинуться может отлично тогда давайте двойной выстрел у нас пошел в этого товарища в принципе если попадаем мы его должны убить что он даже в инвес уйти не успеет но это промах так что он сейчас будет делать он ничего не будет делать ладно так тогда ну ты его убивай отлично минус еще один хамелеон где 91 процент но опять же снайпером подводим будет сто процентов после нашего выстрела так кардан нас еще кардан и мьёльнир ладно мьёльнир давай сюда стать повысился 99 процент хорошая точность так подожди мустанг мустанг чуть подальше бы надо было наверное поставить чтобы он этих тоже ребят видел другой стороны мы можем сейчас вызвать двоих можем ему аточку действий вернуть но тогда снайпер подвигаться не сможет не сможет вот в этого крисолидах миллиона выстрелить а что если в него выстрелить кардан например давай кардан встань сюда может даже заморозить попробовать но изморозь один заряд наверное я его все таки оставлю на избранного 9 урона здорово но никуда ты не должен уйти блин что это ладно мустанг ты увидишь а мустанг его не видит вот что это опять такое куда-то прям впритык надо к нему вставать а снайпер нет никто не видит это опять я не знаю это баг не баг но вот с этими крисолидами даже если мы их в скан пускаем в них нельзя стрелять после того как они так бежать начинают так мустанг только если прямо впритык опять таки поставить какие говорим но тогда бы народ этих ребят не будем видеть он давайте пробовать хорошо хотя бы мясорубка здесь работает готов тогда зевс возвращая на очки действия ему здесь 97 процентов 97 подождите у него нет еще не уязвимости у него нет наверно еще не уязвимости давай стреляй готов и охотник остался охотника даже можно подбежать рубануть давайте так и сделаю пытается он что-то сделать мы его зарубим побереги свои ловкие приемы для встречи с моей сестрой чего если только на том свете мы с твоей сестрой уже встретимся не раньше если конечно у нас тот свет с вами совпадает хотя честь теоретически они же бывшие люди вроде как ну-ка 5 урона опять уклонился негодяй вам хоть горит мясорубка давай 11 урона хорошо и дальше побежал здесь мясорубка ладно я про то что когда говорил что эта броня в принципе не сильно решает я не говорил что у нас слабо она конечно имбовая но видите у нас в рейнджеров даже не атакуют он даже если бы сейчас в базовой бы был броне он бы все равно все это смог сотворить ну может быть скорости бы не хватило всех убить смысле вот пробежать между всеми туда согласен потому что она же броня еще и скорость дает ну вот какая-нибудь топовая броня вот вроде там невидимой брони брони вот у отравителей которая змейской брони змейской господи ну в смысле этого ну вы поняли кого это она бы эта броня тоже позволяла делать бы все то же самое так а здесь внутри есть еще кто-нибудь интересно давай кардан беги сюда он же не в инвизе правда он сейчас не выскочит из-под земли на нас вроде не выскакивает так здесь ладно бей какой-то страшный какой он страшный так отравитель давай перезарядись и он вообще можно сюда запрыгни так чего там такое дроид за тобой летит что да откуда с неба прилетел дроид игра отпусти меня спасибо давай наверх сюда попробуй зайти а здесь надо будет взламывать да надо взламывать командир подтверждаю наличие защищенной точки доступа да сейчас взломаем подожди так джаггер все подходим избранным надо будет тоже сейчас разобраться конечно у нас нет драгунова на этом задании чтобы его разгром уничтожить другой стороны у нас есть паучки давайте призовем для разведки так скажем интересно всегда труд не приходят прошлой разы всегда приходили труд не а это кто окей это тоже труд не ладно ну хотя да вот труд не еще в других бронях этого нет опять же такая приятная мелочь разведка в качестве боевых единиц их особо не поиспользуешь ввиду и слабости но повторюсь эту броню наверное я больше не буду использовать она конечно крутая красивая но слишком крутая прям скажем просто за бойца который одет в эту броню вообще не переживаешь то есть с ним по сути никто ничего сделать не может ух чародей сам идет ничего себе его даже чародей за мозги не может взять мои брат и сестра никогда не могли осознать дар старейшин теперь их нет исполнить волю богов предстоит мне ты только что говорил просто а может ты конечно имел простревший сестрой а мы загнали избранного ловушку какую ловушку так давайте попробуем взломать чего тут у нас внеземные сплавы давайте большой попробуем не так нет нормально на принципе слова вот эти уже особо не нужны да нам ничего уже особо не нужно у нас самые крутые технологии самое крутое оружие так ну и ликвидируйте всех врагов надо нам как-то как нам товарищи чародей заморозить давай кости сюда давай кости сюда так мустанг ну санк через стрельбу на бегу конечно может добежать здесь можем отравителем еще очки действий кодси вернуть давайте я наверное это сделаю на этот ход мы заморозим конечно урона мы ему немного нанесем но по крайней мере он не так активно действовать будет на этот ход порежем ему одно действие чтобы он глупости всяких не наделал хотя может и урон нанесем можем с кулака ему врезать так давайте врежем почему бы и нет если можем врезать почему не врезать давай лови чародей 11 урона броню бы ему еще на самом деле кем-нибудь срезать но у нас кроме кодси неким получается так кардан тебя кстати тоже есть заморозка он пока сюда встань на следующий ход принципе нам тоже есть кем его заморозить и на следующий по-хорошему даже убить должны либо на бегу давай вот отсюда пальнем так окей мустанг также еще и летать умеет ну здорово ну в том плане как вот и броня зевса летучая 55 процентов он защиту получает после попадания по нему а при промахах он насколько я понимаю щиты получает поэтому не стреляем пока что зевс 9 11 урона 62 процента на поближе попробуем 66 процентов из пистолет 44 урона одинаково за счет бронебойности пистолета но снайперки точности повыше ой здорово еще и подожгли какая наглость горит да давайте криса лиды вперед тоже может укуснете пару раз за бачок так скажем а может не куснете не знаю оттаивание действия отменено единичку от огня он получил что будет делать ага мэков будет вызывать двух мэков классно оба на боеготовность станут подождите лет полицейские оба на боеготовность стали ментально ожог много ох ты ж вот это сильно это надо возвращать а здесь боеготовность конечно мы можем сейчас через авердрайв сыграть но боеготовность можем сорвать при солидом на крисолит погиб теперь здесь наш нас прочесть протокол восстановления можем сыграть давайте а через протокол восстановления сыграю так принципе отравитель если поставить рядом джаггернаут сам станет можем протокол блокировки еще кстати попробовать до кости сам стал вот так о блокировке давайте посмотрим какой шанс 53 процента всего не так ты много одного конечно выключить можно их просто заморозить можно сейчас вот счет чего у нас же кости очухался давай код всем морозную бомбу только надо как-нибудь чтобы нашу мэка не задеть а не получается да чтобы не за хотя вот 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 так так вот что ты подожди капитан миллиметражник в действии вот так давай замораживаем мэки не настолько крутые чтобы разморозиться свой следующий ход я по крайне мере на это очень сильно надеюсь как миним один ход они должны пропустить я не боюсь простых взрывов молодец что-то скажешь не боишься значит молодец так что по точности джиггернаут давай поднимем снайпера так и кто будет теперь стрелять первым вы пришли за моим пленным друга за своим пленным другом сколько жизни вы готовы отдать за эту ты не сколько на самом деле 66 процентов двойной выстрел есть но давайте сначала попробую броню ему разорвать конечно 80 процентов можем промахнуться хорошо попали 65 процентов но на отпробовать еще одну броню снять отлично без брони осталось 13 урона 12 15 вообще мы можем убить но высокий шанс промаха так у снайпера какая сейчас точно 66 процент можно как-нибудь может быть повыше забраться музеев с одно действие на особо уже никуда не заберется 73 процента на 73 уже хорошо и бонус от корректировщика мы сейчас получаем за счет гранатки давай пробуй мало ли ну да вот тебе вот тебе и бонус плюс кинетическая защита двойной выстрел сорок четыре процента всего он еще сейчас защита получит ну ладно давай чародей руби но чародей 11 урона осталось его в принципе убьет наш штурмовик так подожди а ты вот нашу разок выстрелить можешь но в кого на сто процентов так его в принципе ну да его тоже может убить ну хотя повторюсь они вряд ли на этот ход начнут дергаться но если начнут его наш рейнджер убьет подождите я что нажал я перестрелку нажал от не двойного выстрела двойной выстрел уже потратили наверно и у нас вообще его нет есть у нас двойного выстрела или нет двойного выстрела нет наверно нет у вас ребят двойного выстрела но там кнопочки похоже где-то кнопочки звали на выстрелом тут она пропала уже до до 70 пропала так кардан так кардан очков движения нет выйди сюда что ли учеб давай сюда кстати неплохо он по всем попал перестрелки удар труд не 3 4 урона бей а и он не разрывает уничтожьте всех противников да как подожди мустанг руби окей на телепорт на телепорт не работает мясорубка призраков сейчас призовет да долго ты будешь тянуть то где призраки 1 2 их 3 вроде должно быть до 3 внутри эти под мясорубку сразу улетел но выжил четвертый серьезно я не могу долго скрывать мою могущество дают о себе знать куда бы я не отправилась от молодец конечно так кардан четверых нам надо значит убить есть трое 1 2 3 4 мьёльнир перезарядись так мьёльнир 85 в этого товарища так подождите а у нас не перезарядилась нет еще не перезарядилась серийный убийца так давайте здесь руки молнии тогда кого но здесь вот практически гарантированно убиваем я боюсь что на этот ход уже разморозится другой стороны вот этого можно убить опасно здесь сидит нам его можем не убить к словам так джиггернаут рейдж 57 урона наносит отравитель перезарядись можешь конечно попробовать под контроль взять но не хочется так мустанг и наверное вот это врубание он дернется соответственно ты его добьешь здесь можно сюда позицию поменять вот этого добить что с этим делать на шквальный огонь ну кстати можно шквальным огнем добить гарантированно кого-нибудь примет 58 урон наносит сюда вот можно было кстати вломить вести мьёльнира с другой стороны подождите паучок ты можешь вот этого добить мне вроде мало здоровья дайди водобей 3 урон что я надеюсь ты нанесешь до 3 4 70 процентов но понятно аук полезен так отравитель хохох сюда 95 можем убить его тогда с джаггером делать можно вот этого гарантированно добить даже при промахе давайте это сделаю да корречно создали их именно с этой целью можно сказать что они ее выполнили здорово так зевс есть шанс не убить у зевса нам с этим товарищем еще что-то нужно сделать у нас прям в тылу осталось успешно интересно что с ним делать что делать урон получает по всей видимости другой стороны подождите мы куда-нибудь никуда наверх не попадаем до отсюда будем как виде слушать а вот отсюда видим точно видим так стена появись нет нас тут никого не видим блин стена ну ё-моё появились я не понимаю вот это окошко да да мы этой комнате никого не видим я про то что можно было бы на высоту куда-нибудь подняться но здесь нет такой высоту высоты откуда мы мы противника видели это плохо кардан ну блин кардан можно сюда подбежать я все еще надеюсь что майки не оживут здесь заморозку кинуть отлично вся игра пускай я хочу стрелять игра и вам вот этого добиваем ногу над попасть отлично отравители отравить если одного майка может просто выключить хотя мы их убиваем сейчас обоих я насколько понимаю так мьёльнир ты тогда давай от кого лучше добить сейчас нам так снайпера если из пистолета 91 процент 5 8 урона 87 процент 6 урона и снайперки соответственно сто процентов а снайперка не бронебойная часть урона не давайте снайперской винтовки я добью вот этого товарища без брони а второго мы сейчас добьем мьёльниром и медиком а еще легкий курок ох ты ж ну даже даже так все вообще совсем все хорошо тогда здесь мы сначала срезаем броню с него так и в принципе убиваем да да в принципе убиваем так у нас получается один товарищ замороженный то есть он на следующий ход не умирает так уж не ухт ничего себе улучшенный повторитель это самый крутой повторитель насколько я понимаю кому-нибудь десятипроцентный заменим а ты иди сюда я про то что этот товар сейчас не разморозится а чародей значит пока не встанет на свой ход да супер этот умирает отлично он останется сидеть да он остался сидеть вы станете достойной жертвой вами старейшин ну как тебе сказать надеюсь что нет блин 79 урон не убиваем мустанг ты давай сразу подойди к нему чтобы он когда очухался мы его сразу рубанули отравитель процент но мы сыном выстрелы никем не убиваем процент руку легкий курок сработает работал да действительно сработал здесь принципе уже без разницы я даже давайте наверно кардан добью все-таки тяж пополезней будет при стрельбе по избранному так чароде очнулся а он даже прыгать никуда не стал я просто думал что он еще после того как очнется прыгнет куда-нибудь но нет не стало никуда прыгать просто в лоб от мустанга получил 5 очков способности отлично про это кстати мне тоже писали то что не торопиться убивать избранных чтобы так вот очки на не фармить но это как-то очень долго в общем все ребят будет на самом деле много можно чего делать чтобы усилить свою команду но я думаю что это не очень интересно со стороны будет смотреть крылья попробовали мне честно сказать не очень понравилось они вообще ну правильно это мы показывали что не долетают но обычно когда перк не работает просто показывать что как бы перк не сработает а тут получилось что он перк задействовался но но тогда еще в дом влетел сквозь крышу не разрушая крышу в общем забагована эта штука ну как я и говорил не хочу я использовать просто очень она сильная клёво выглядят все дела но имбища просто лютое самое главное то что меня не расстраивает это то что боец который в ней за него вообще не боишься ему в принципе противник не может никакого вреда причинить так то хромает один день ладно так мьёльнир чё у тебя есть когда искра падает под обстрел эллировая фазовая пушка заряжается энергией которую можно использовать при следующем выстреле ничего себе протокол охоты при обнужении противника в джингу людей есть 33 процент вероятность сделать выстрел ох то вот это интересно слушайте да у него все на самом деле перки интересны тоже вот адаптивное прицеливание и то круто который я не взял к слову и разрушитель круто можно сквозь стены гонять арт-обстрел круто протокол охотный протокол охота 33 процента при обнаружении противника в режиме наблюдения и обнаружение противника в режиме наблюдения еще раз чего протокол охота делать искру идеальным разведчиком поскольку позволяет немедленно атаковать обнаруженных противников Но это не... Подождите, это какая-то путаница Поскольку позволяет немедленно атаковать обнаруженных противников То есть мы кого-то замечаем и сразу стреляем в них А тут написано, что в режиме наблюдения При обнаружении противника в режиме наблюдения есть 33% шансов выстрела Это как-то очень странно, это все написано на самом деле Но тут противоположное описание Или мы... Ну в режиме наблюдения мы все равно стреляем Непонятно Когда искр падает под обстрел, аллерия фазовая пушка заряжается энергией Давайте вот это попробую, поглощающее поле Будем бахать Так, полищук у нас повысился, но здесь неуязвимость нужна Чтобы после убийства он нас танковал У нас, кстати, майор Классно Улучшенный повторитель, 20% убийства 20% и плюс 4 здоровья Получили мы с вами ученого Это здорово На 7% ускорение Да, 3 дня вскрытия привратника Класс Так, мы, кстати, в партизанской школе до сих пор еще не все изучили А что у нас помните? А, через 4 дня ресурсы Это здорово В принципе, мы можем за разведанными даже слетать Можем поставить повторитель У нас вот По сути Основной Потребитель, так сказать, повторителя Это Драгунова У нее модифицированность сейчас стоит 15% Можем поставить на 20% Это еще сильнее Сделает вероятность убийства Это на самом деле очень здорово Но с другой стороны У нее и так уже 15 А у Мокса Какого-нибудь всего лишь 10 стоит Где вот он у нас Мокс? Вот он у нас Мокс У него только на 10 единиц шанс Нет, у него, подожди Тоже 15 У кого же у нас 10? У нас повторитель у кого? У Бродяги У Мокса И, насколько я понимаю У Бойца Поддержки Так, где она у нас здесь? Боец Поддержки наша Так, где специалист? Нет, это не тот специалист Вот Эрин Карденли Оснащение плазмин Так, улучшение оружия У нее, по-моему, повторитель тоже стоит Да, у нее повторитель 10% всего стоит Может ей выдать? Я, конечно, знаю, что прям просится Драгуновый, конечно Но здесь очень слабый повторитель Давайте я по такому принципу Не буду пока Драгуновый ставить Может найдем еще Драгуновый А здесь вот сделаем Улучшенный повторитель 20% шанс убийства То есть Класс Может быть, кого-нибудь убивать будем с этой винтовки Так У нас еще плюс здоровье там, кстати, есть И плюс прицел Но прицелы, по-моему, у нас у всех отличные По-моему, у всех Ну ладно, может быть, там на снайперку еще поставим Там, может быть, что, не 20%-ный бонус У второй, в смысле, снайперки Которая наша, не трофейная Так, а чем вообще нам-то сейчас пока заняться-то? По-моему, нам нужно А, ну цитадель избранную мы сейчас ищем Пойдемся на черный рынок, сходим По-моему, мы сейчас вскроем привратника И нужно сюжетные технологии изучать Так, купить Улучшенный прицел Еще плюс 20% Есть настройка спуска Плюс 20% Ультра-адаптация на здоровье Тормовая пушка Если продать инвентарь Версерки, бомбы, сплавы На самом деле, вот это все Можно маленько попродавать Мне уже так много этого не надо Тем более, мы сейчас на задании Этих сплавов добыли Хотя, сейчас нам деньги все равно дадут Куда нам их тратить? Ладно, давайте так Так, подожди, черный рынок Купить прицел Настройка спуска Ну, лучший настройка спуска Сколько там? 20% вероятность, что Повторный выстрел будет У нас так, по-моему, на пулемете 20% вероятность стоит Поэтому особо не надо Ультра-адаптация Плюс здоровье Ну, наверное, тоже нет Что же нам делать? Различные трофеи сходить Покопать Ну, давайте трофеи покопаем Я не знаю День 572 Кстати, можем Снайперскую винтовку Сейчас произвести Новенькую Давайте, наверное, так и сделаем Посмотрим, что за Снайперская винтовка Насколько она отличается От нашей старой винтовки И от трофейной Так, производство предметов Снайперская винтовка Вот она, плазменное копье Так Ну и пойдемте Посмотрим в оружейной Кто у нас сейчас ходил? У нас сейчас ходил Зевс Оснащение Плазменное копье Так, не, давайте Бери плазменное копье Вот так вот И давайте сравним Урон одинаковый у них Дополнительный крит урона Одинаковый Размер магазина Одинаковый Шанс критического урона Одинаковый Меткость дополнительных действий Быстрый перезарядка Урон при промахе Ну да, она в принципе Ровно такая же Как и плазменное копье Только тратит один выстрел Что неимоверно круто Ну да Обычная винтовка Конечно, гораздо слабее Но выглядит она здорово Стоит отдать ей должное Так И Следующий материал Мы получится Потратим на Партизанскую школу Так, вскрытие Сейчас почитаем еще Событие завершено Так, ядовитые патроны Вскрытие привратника Мы знакомы уже с Несколькими видами пришельцев Обладающими их Хиспособности Поэтому не удивлен Тот факт Что сами способности Их силы Зачастую характерны Только для конкретного вида В данном случае Речь идет об особи Впервые встреченные В непосредственной близости От пси-врата И получивший им привратник Привратника Характеризует Исключительно чувствительность К пси-энергии Блин, Тайган Не перебивай Мы ранее не сталкивались С представителем этого вида И можем лишь предполагать Что наблюдение за пси-вратами Его основная задача Ну да По всей карте Он за нами уже бегает Блин Попытки анализа Пока не дали ответ на вопрос Каково реальное назначение Этих созданий В отличие от кодекса У привратника Отсутствует способность Открывать или контролировать разлом Текущие исследования Указывают также на то Что доносы Бесключители Независимо И непредсказуемо Возможно Поэтому пришельцы Отправили Охранить артефакт Далее от цивилизации Пси-усилитель пришельцев Это версия Пси-усилителя Используют артефакты От обнаруженного Привратника Теперь наши пси-агенты Не будут уступать Силе даже Самым псионически Одаренным врагам Вдохновение Штормовая пушка Ну давай изучим 20 плавок На это надо Так Инженерный отсек Производство предметов Давай мне Так он в оружие 275 материалов Стой Да вы с ума сошли Две раковины Привратников Кстати у него надо Ну ладно Сейчас как раз Конец месяца Деньги придут Мы их произведем От ресурса Пожалуйста Принять сообщение Событие произошло Бла-бла-бла 1173 Поведен Ты Избранный Активирует Новое событие Окей Так Защита врага Пси Способность Удвоен Окей Терная башня Солдатеском Будут сильнее Терять волю в бою Окей Некоторым солдатам Адвента Выдали вызывающие Ну давайте Это тоже откроем Адвент задерживает Продвижение Существ сопротивления Что сократит объем Ну в принципе Ничего страшного Хотя вот Волю в бою Сильнее Вот это наверное Надо убирать Это даже Знаете Не то что Для боя тяжело Это Постоянно в стрессе Наши бойцы будут Так Что здесь Задаст С точки зрения Интересно Знание Интересно Боеприпасы Неинтересно Поставка Неинтересна Оставляем Все что есть 1173 Материала Красотища Это какая Ладно Сканируем Что тут за трофеи Штормая пушка Очевидные трудности Связанных с обработкой Неземного сплава Заставили наших Последователей Обратиться к более Традиционно Примитивным видам Оружия Поместив Небольшой объем Осколков из сплава В магнитное поле Высокой мощности Мы получили Возможность Выстреливать их При помощи Плазменных импульсов В целом Результат Похож на действие Дробовика Хотя это не было Целью эксперимента Просто мы не умеем Формировать Нормальные Снаряды Мне довелось Лично ознакомиться С противниками С которыми Сталкиваться Нашего оська Я не сомневаюсь Что солдат Оценит высокое Останавливающее Действие этого оружия Штормовая пушка Так Командир Мы совершили Небывалый прорыв Необходимо срочно Приступать к изучению Адаптивные Персональные Боевые модули В смысле А их можно будет Вытаскивать Еще раз Использовать Ну Да Блин Да Ты конечно Да Давайте В зал А нет Нельзя Блин Они пропадут Ладно 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 Тогда еще ждем Так Во-первых Инженерный отсек Производство предмета Прямо никак Они меня не хотят Не так Так Другими путями Нас стопорят Так Дробовик Кстати Тоже можем Произвести Посмотреть Так Псиусилитель Давай Штормовая пушка Давай Сначала На псиусилитель Посмотрим Насколько Он лучше Улучшенный Дополнительный Пси сил Урон Урон Плюс 1 А это за что Урон Плюс 1 За улучшение Электромагнитного Оружия Наверное Лучшный Псиусилитель Уличет урон Носим Большинством Все атак Ааа Смотрите Нет Это улучшенный Он сам К себе Урон Плюс 1 Наносит Лучшный Псиусилитель Уличет урон Носим Большинством Все атак А Псиусилитель Пришельцев Нет Такого У него ладно по дробовику давайте тоже сравним дробовик у нас ходил так нет мустанг у нас ходил нет не мустанг мустанг то все правильно по оснащению так арасе убери давайте сравним арасе штормовая пушка урон одинаковые дополнительный крит урон у араси выше магазин одинаковый ну что тут скажешь дополнительный крит урон у араси выше да ладно нормально получше немножко и то собственно говоря хорошо самое пекло через четыре дня через два дня экспериментальный боеприпас у нас тут закончится выберите исследование броню еще я вот одну хочу давайте наверное эти два ядра потратим одну на броню одно на экспериментально тяжелое оружие просто броню разную тоже хочется посмотреть хоть мы я ее не особо использую лучше на автозаряжание x1 ну хорошо тогда на черный рынок полетели хотя материал сейчас можно потратить на повторюсь на партизанскую школу может вообще ничего не развивали есть у нас там еще много всяких штук так сплавы и лерии лучший лазерный прицел луч на автозаряжание лучший настройка спуска ультра адаптация на здоровье материалы даже на пока не надо ничего хотя можно сейчас по продавать и в партизанской школе вот новые тактики взять абсолютный спокойствие это здесь меткости и возможно критического урона в режиме наблюдения здорово бужденный разум тоже все здорово ловкость свободное перемещение жнец проникновения но сам бесполезно она это жнец проникновения вышки адвента ну такое себе остальное собственно говоря можем изучить абсолютное спокойствие поддержка плюс меткость боеготорности отлично криты гранатами здорово пробужденный разум концентрация плюс один в начале боя то есть сразу будем наносить повышенный урон и перки использовать это здорово пять процентов свободное перемещение после первого перемещения течение этого хода тоже здорово нужны с проникновения значит пока у нас останется не использована здесь тогда но нам развед данные вообще не нужны по большому счету можем их тратить хотя материал куплю или рекуплю потом чтобы просто продать подороже вот это вот все но у нас это уже все есть хотя ультра адаптацию можно взять может быть кому-нибудь заменим модули на оружие это у нас все есть ну и давайте тогда если уж деньги появились другу новый тоже мы перк прокачаем все супер партизанской школе значит мы все сделали ладно пока а что пока что делать данные по получать наверное просто какой сейчас завод штурмовать идти я не хочу меня через четыре дня самое пекло я пока данные что по изучаем по получаю если ничего экстраординарного не произойдет то в следующей серии мы пойдем за чародеем но скорее всего что-нибудь произойдет определил ох ничего себе это шут новенькая предъявляющиеся нло сопротивление докладывает о посадке нло охотника нельзя упустить такую возможность захватить трофей на оборудование ресурсы но это по сути сбор ресурсов захватить обездвижное нло сопротивление стало известно об нло спрятанном регионе нью-мексику нам следует атаковать цель пока она не на земле и уязвима слушайте полетели ладно слифе нот видите как и сказал я если ничего не произойдет произойдет что-то новенькое произойдет нло мы еще не штурмовали но это уже будет следующей серии да всем спасибо кто посмотрел это видео если оно вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал это очень приятно и крайне полезно для развития канала еще раз всем большое спасибо и всем пока